Итак, в качестве первого дела, одного из ключевых дел в 2016 году, хотелось бы рассмотреть дело делового центра Минаевский. Вообще, на мой взгляд, это центральное дело 2016 года, хотя многие могли бы со мной поспорить. Данное дело, оно интересно не только теми выводами, которые содержатся непосредственно в акте Верховного Суда, но и также обстоятельствами данного дела. Поскольку, к сожалению, данное дело стало причиной, скажем так, плохих последствий для судей ниже стоящих судов, которые участвовали в рассмотрении данного дела. Немного об истории данного дела. Ну, вся история, на самом деле, началась с рассмотрения дела в округе Верховного, ой, в округе Московском округе. Ситуация заключалась в том, что было принято решение о направлении дела на новое рассмотрение. Но особенность акта, который был принят Московским округом, заключалась в том, что к судебному акту было приложено особое мнение судьи Антоновой. И специфика заключается в том, что судья Антонова была председательствующим по данному делу. И при этом произошло то, что боковые судьи оказались не согласны, точнее, боковые судьи приняли решение в противоречии с мнением председательствующего. В общем, такая ситуация является во многих случаях парадоксальной, потому что именно председательствующий судья работает с материалами дела и лучше их знает. И при решении вопроса, в пользу кого выносить решение, все-таки голос председательствующего является решающим. Но в данном деле произошло совсем иначе. И Антонова подготовила специально особое мнение по данному делу, в котором была не согласна в целом с решением, в данном случае боковых судей, отправить дело на новое рассмотрение. Впоследствии судья Антонова перешла на работу в Верховный суд и соответствующее дело, ну, можно сказать, это не было сюрпризом, стало предметом рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам. Также впоследствии следует сказать, что у боковых судей возникли проблемы в связи с данным делом, и один из судей был вынужден уйти в отставку, успел это сделать, а другая судья была лишена мантии. И одной из причин, в общем, таких негативных последствий было дело, в том числе дело делового центра Минаевский. Но, переходя непосредственно к рассмотрению содержания акта судебной коллегии по экономическим спорам, здесь в данном случае рассматривался вопрос, так называемая проблема контроля цен в неконтролируемых сделках. И в целом и до данного судебного акта допускалось, во всяком случае на уровне практики нежестоящих судов, что налоговые органы могут контролировать цены в неконтролируемых сделках. Но, замечу, здесь была, скажем так, противоречивая практика. Одни суды допускали, другие суды не допускали. В общем-то, скажем так, единообразной практикой не отличается и подход Верховного суда по данному вопросу, поскольку в одних актах также говорится о возможности контроля цен, а в других об отсутствии такой возможности у налоговых органов. При этом был сформулирован критерий, который четко обозначен именно в деле деловой центра Минаевский, что критерием, который позволяет контролировать цены в неконтролируемых сделках территориальными налоговыми органами, является критерий значительности отклонения цены сделки от рыночного уровня. То есть, как вы понимаете, в данном случае речь идет о достаточно субъективном критерии, и понятно, что налоговые органы будут считать, что любое отклонение является значительным. И в данном случае, видимо, именно практика будет формировать те показатели, на которые следует ориентироваться налогоплательщикам при оценке того, является ли отклонение от рыночного уровня значительным, либо не является. Но с учетом содержания деловой центра Минаевский, можно говорить, что отклонение в 30 раз является существенным. Но встает вопрос, например, отклонение в 2 раза является существенным, для того, чтобы налоговые органы контролировали, точнее, проверяли и могли изменять налоговые последствия по сделке, либо все-таки такое отклонение не является существенным. Повторюсь, практика будет формироваться именно судами, но, на мой взгляд, в любом случае налогоплательщикам следует понимать, что любая сделка с взаимозависимыми лицами несет в себе риски, связанные с контролем цен по соответствующим сделкам. И, на мой взгляд, наиболее безопасным отклонением должно рассматриваться отклонение в размере 20% от уровня рыночных цен. В данном случае я ориентируюсь на содержание ранее действующей статьи 40 НК РФ. Но в дополнение я бы еще хотел отметить, почему в данном случае был выбран именно такой критерий – значительность отклонения цены от рыночной. Дело в том, что Верховный суд, судей Верховного суда полагают, что значительное отклонение от рыночного уровня указывает на то, что налогоплательщик получает необоснованную налоговую выгоду. И в данном случае выявление необоснованной налоговой выгоды входит в предмет контроля именно территориальных налоговых органов. В связи с этим и судьи приходят к выводу, что в данном случае значительность отклонения позволяет территориальным налоговым органам контролировать цены в неконтролируемых сделках.